Приветствую вас на канале! Сегодня будет ремонт вот этой видеокамеры Panasonic HC-VX-F1, но вначале распакую две посылки с расходными материалами, которые я приобрел на Алиэкспресс и которые, возможно, понадобятся мне в этом деле. Обе доставили за полтора месяца из Латвии в Беларусь с отслеживаемым трек номерами. Здесь теплоустойчивая лента или еще называют каптоновый скотч за 4,73$. Задекларировали 88 центов. В магазине представлены разные размеры. У меня лот шириной 3 см и длиной 30 метров. Заявлено, что лента из полиамида не плавится при длительном воздействии температуры 260 градусов Цельсия, в кратковременном воздействии 300 градусов Цельсия. Ну, конечно же, я это проверю. А в этом пакете находится ацетатная клейкая лента на бумажной основе. Купил за 4,97$ черного цвета и декларировали в реальную сумму. Несмотря на то, что суммы небольшие, однако все доставили, ничего не потерялось. Так, и она еще в целлофане. Эта лента шириной получается 15 мм, такая пленка и с обратной стороны бумажная основа, здесь она липкая. Она имеет определенную такую текстуру шершавую. Вообще-то у ацетатной ленты заявлена температура половления 120 градусов Цельсия, и эта лента хорошо впитывает лак, поэтому она используется для покрытия обмоток различных реле-трансформаторов. Здесь лента больше похожа на обычный скотч, только что желтый скотч такой. Отрежу небольшой кусок для проведения испытаний. Так, устанавливаю температуру 300 градусов Цельсия, то есть он должен удерживать кратковременное касание. 300 градусов Цельсия есть. Жало достаточно острое, в принципе проткнуть можно, но касаясь именно вот так вот боковой частью и скотч выдерживает. Ну конечно, если я вот так попытаюсь проткнуть, да, я его просто механически протыкаю. Но что касается пайки на нем, он в принципе все выдерживает 300 градусов Цельсия. Подам 400. Так, готово. Так же пробую, если я буду на нем паять. И так же все нормально, только при протыкании. Да, он деформируется. И еще одна посылка успела добежать, правда бежала дольше, чем предыдущие. 38 дней со слежим трек-номером из Китая. Здесь находится гранулированный припой общим весом 120 грамм, с заявленной температурой плавления 232 градуса. Покупал чуть более 10 долларов в США. Здесь указано 130, но это с учетом пакета. Сейчас распакую, проверю, какая реальная температура плавления этого сплава. Да, вот такая вот рассыпучка. Здесь я получил обычный припой с температурой плавления 300 градусов Цельсия. Вот такие вот мелкие горошинки будут удобны при пайке в определенных условиях. Ну, мы закончили распаковку. Наверное, здесь мне пригодится только каптоновый скотч и вот этот припой. И мы приступаем уже непосредственно к ремонту данной видеокамеры. В этом видео я буду устранять две неисправности, которые совершенно нетиповые, вызванные исключительно вмешательством пользователя данным аппаратом. Причем случились они в разное время, но я их объединил в один видеоролик, чтобы ознакомить зрителя с тем, как разобрать корпус этой камеры, чтобы получить доступ к ее элементам. Демонстрирую, что здесь значит за неисправности, вставляю аккумулятор, карту памяти и включаю аппарат. Первая неисправность в вертикальной цветной полости на дисплее и в электронном видоискателе. Она вызвана тем, что отсутствует сигнал от видеоматрицы на главную плату. Ну а вторая неисправность проявляется в отсутствии изображения на дисплее. Он будет полностью черный, при этом изображение сама присутствует в электронном видоискателе. Тачскрин дисплея работает, и в темном помещении заметно свечение подсветки дисплея. Если подключить к micro HDMI выходу внешний монитор или телевизор, то изображение на их экран также выводится. Та неисправность локализуется в шлейфе, который соединяет главную плату и дисплей. Или отсутствие также неисправности каких-то элементов, установленных на главной плате от видеопроцессора до разъема, к которому подключается шлейф дисплея. Конкретно в этой камере был на главной плате выломан элемент. В корпусе которого скрыто два разделительных конденсатора, через которые подаются сигналы от видеопроцессора для формирования изображения на дисплей. Ту неисправность я уже устранил, появилось уже следующее. Это вызвано тем, что шлейф, соединяющий оптическую систему с главной платой, треснут. Это мы сейчас будем устранять. Все любительские видеокамеры Panasonic такого формата построены по одному принципу. Они имеют металлический каркас из алюминия и стали, который обвешан электроникой, а снаружи обшит пластиковыми элементами. Поскольку все элементы разным образом крепятся к левой стороне видеокамеры относительно оператора, ну вот здесь вот все кнопки управления, кард-ридер, дисплей подключен, то разборку я буду начинать с правой от пользователя стороны. Перед разборкой извлекаю аккумулятор и карту памяти. Понадобится крестовая отвертка, пинцет и, возможно, пластиковая карта. Сначала сниму пластиковую обшивку нижней части камеры. Для этого нужно выкрутить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 винтов. Все они одинакового размера и черного цвета. Для удобства инты буду выкручивать слева направо и сверху вниз, и складывать в соответствующие ячейки силиконового мата, чтобы их не перепутать. Советую это делать и вам, и все действия документировать на рабочую видеокамеру. Теперь снимаю пластиковую панель. Снизу виден металлический каркас, к которому крепится одним винтом стального цвета. Вот такая квадратная стальная панелька с резьбовым отверстием для фиксации камеры на штативе. Следующим шагом будет удаление пластиковой накладки, оформленной под кожу. Она крепится с помощью одного длинного самореза, вкрученного сбоку в батарейном отсеке, и двух защелок вот здесь, в верхней части. Открываю дисплей и выкручиваю этот саморез. Теперь, подцепив ее снизу, аккуратно снимаю эту панельку. Вот здесь две позиции и, соответственно, здесь две защелки. Воспользовавшись пинцетом или пальцами, отключаю разъем динамика. Откручиваю черные винты и один саморез стального цвета. Один винт прячется за сдвигающейся крышкой, где установлен разъем для наушников и разъем питания. И один винт прячется под крышкой люка, где установлен разъем для подключения микрофона. Далее потребуется снять вот это вот кольцо передней части вокруг объектива. Кольцо, выполненное из гибкого пластика, фиксируется двумя длинными саморезами возле петель дисплея. Их надо и выкрутить сейчас. Закрываю дисплей. Далее этот элемент справа подсажен на направляющий штырь и внизу зафиксирован защелками в самых крайних точках. Поэтому начинаю открывать с правой стороны от меня. Можно использовать гибкую карточку. Вот такое вот колечко. После этого открывается доступ еще к двум винтам в передней части, возле объектива. Также выкручиваю их. И вывинчиваю еще один винт. В принципе, тут их два винта в батарейном отсеке, но нас интересует вот этот вот крайний справа винт. Это даже не винт, а длинный саморез. Теперь я снимаю правую часть пластиковой обшивки, к которой крепится ремень, динамик и механизм кнопки старта видеозаписи. Готово. Винт в батарейном отсеке фиксирует вот эту петлю. Здесь установлен металлический динамик, разъем его с кабелем и под этой вот пластиковой обшивкой прячется механизм кнопки видеозатвора. Далее снимается объектив. Для этого необходимо извлечь два шлейфа вверху, вот этот и вот этот. И извлечь два разъема внизу, отклеив вот эту липучую ленту. Готово. Теперь выкручиваю два таких вот серебристых самореза в верхней части. Для удобства, возможно, понадобится отвертка с длинным лезвием. Далее выкручиваю два черных винта, слева от пользователя со стороны, со стороны вот этого дисплея. И теперь аккуратно вперед, высовывая, извлекаю вот такую часть объектива, тут с механизмом управления шторкой. Ну вот, в принципе, уже просматривается устройство этой камеры. Вот здесь установлена основная плата, вот этот вот оптический блок, он так как на подвесах установлен. Здесь, по-моему, это плата Wi-Fi модуля. И вот здесь есть два разъема. Это не сплошной разъем, их два разъема. Вот этот шлейф как раз с видеоматрицы на основную плату. Надо к нему добраться. Значит, чтобы снять вот эту пластиковую накладку и блок микрофонов, необходимо под этой крышкой выкрутить разъем типа башмак. Выкрутить три винта. И снимаю этот разъем. Закрываю крышку, чтобы она не мешала. Далее один винт впереди слева, черного цвета. И один винт со стороны, под дисплеем со стороны кнопок управления. Так, и еще один саморез в батарейном отсеке, вот здесь вот слева от видоискателя. Далее извлекаю в рабочее положение видоискатель и снимаю вот эту панельку. Вместе с блоком микрофонов. Вот так изнутри. Плата с микрофонами здесь. Далее отщелкнув панельку на плате, вынимаю шлейф. И выкручиваю винт, который фиксирует плату на металлическом каркасе. С обратной стороны она удерживается термопрокладкой. Вот такой, как здесь. Вот эта термопрокладка. Также выкручиваю винт и снимаю вот эту металлическую панельку. Часть вот этого металлического каркаса фиксируется на двух винтах сверху и одним винтом снизу. Выкручиваю их также. Они разного размера, учитывайте это. Ну, во всяком случае, в моей камере разного. И теперь, начиная именно сверху, вот тут такие два направляющие штыря, поднимаю и снимаю эту металлическую панель. Вот, извлекаю и отклоняю на себя. Отклоняю на себя и извлекаю эту панельку. Так, у нас появился доступ к шлейфам. Меня интересует шлейф вот этот, вот видеоматриц. И вот он треснут. А с помощью вот этого разъема и шлейфа подаются сигналы для управления моторчиками на блоке оптики. Понадобится что-то острое, чтобы поднять вот эти панельки и отщелкнуть разъемы. Так, изымаю. И теперь снимаю оптический блок, подав как бы вверх сейчас. Вот он на боку лежит левом, поднимаю вверх. Он выходит из таких направляющих, вот из этих вот такие черные пупырки пластиковые. С этой стороны они также имеются. Вот, и мне предстоит ремонт вот этого шлейфа. Вот этот блок мне пока не нужен, к нему вернусь чуть позже. Поэтому отложу в сторону. Сейчас я хочу укрепить вот этот шлейф, чтобы он дальше не рвался. Как раз таки для этого я и буду использовать вот этот каптоновый скотч. Отрежу такую полоску и наклею его с этой стороны. С обратной стороны, со стороны контактов я буду заложивать их. Поэтому клею только с этой стороны, с внешней. Клеить начинаю с той стороны, где еще имеются целые проводники. Вот так вот наклеил, а лишнее обрежу аккуратно маникюрными ножницами. Ацетатная лента тоже пригодилась. С помощью нее зафиксировал шлейф на предметном столе микроскопа. А изолентой примотал оптический блок. Нужно очень аккуратно и не глубоко, врезаясь кончиком скальпеля, срезать пленку, покрывающую проводники. При этом очень легко можно сорвать сами проводники. И поскольку дорожки очень тонкие, как следует их зачистить не удастся. Залудить возможно только с помощью активного флюса. У меня офтофосфорная кислота. Вот такой вот 25 мл покупал в своем городе. Наношу ее с помощью зубочистки буквально на кончик. Сверху ложу соизмеримую с проводником крупинку припою. И прогреваю уже тонким жалом паяльника при 250 градусов Цельсия. Контакты соединяю с заранее подготовленной, облуженной тонкой, как волос проволокой. Работа очень кропотливая, требует спокойствия, выдержки и, конечно же, аккуратности. Если посмотреть невооруженным глазом, то это похоже больше на какой-то такой темненький аккуратный шов. Все это гораздо ужаснее выглядит уже под цифровым микроскопом. Для защиты от коррозии воспользуюсь вот таким вот лаком, который я приобретал в своем городе. Это пластик 71, 22 мл, электроизоляционный акриловый лак. Покрой им уже запаянные проводники. Ну, все готово. Получилось так, что на отрезке в 9 мм мне пришлось паять 25 проводников. Глаза боятся, а руки делают. Даже если у меня ничего не получится с ремонтом, все равно лично для меня это будет колоссальный опыт. Для меня теперь вполне реально запаять проводники толщиной с волос. Через несколько часов после того, как лак кристаллизовался, кстати, я его наносил не только для защиты от коррозии, но для изоляции проводников друг от друга. И уже поверх лака нанесу вот такой вот клей-герметик B7000, приобретал в своем городе. Это как бы чтобы закрепить всю эту конструкцию. Я полностью извлек шлейф из блока оптики. Его номинал STJ304. Вот такая была проделана кропотливая работа. Я уже снял блок с предметного стола микроскопа. Вот такой вот шлейф. И теперь попробую его установить в корпус камеры. К моему сожалению, мне не удалось восстановить этот шлейф и придется искать ему замену. На российском сайте panesail.ru имеется такой шлейф STJ304, но в сборе с видеоматрицей, что, конечно, дорого. Оказывается, он универсальный и подходит для видеокамер модели HC-V730, 730, 750, 760, 770 и W850. Ну и для моей модели HC-VXF1. К сожалению, у себя в городе найти я не смог. Буду благодарен тем, кто может приобрести такой шлейф и перешлет его в Беларусь. Но во второй части я прокомментирую полную разборку этой камеры, которую я проводил раньше. Итак, приступим. Выкрутив два медных и один серебристый винтик, и, подав верх из направляющей, отклеиваю от видеопроцессора и снимаю с него фигурную медную пластину, являющуюся радиатором для него. Снизу видим термопрокладку. Серебристым винтом крепится к ней фигурная металлическая деталь, которая накладывается термопрокладкой на Micro HDMI разъем. К основной плате справа от меня через разъем подключается шлейф от дисплея. При увеличении замечаю отсутствующий элемент на дорожках, которые ведут от процессора к разъему. Два подобных элемента слева от него присутствуют. Вероятно, элемент содержит в своем корпусе два разделительных конденсатора. Соответственно, два сигнала по параллельным дорожкам не проходят на дисплей. Этот элемент чудесным образом не потерялся, хотя он и в размер макового зернышка. Предстоит его запаять на место. Но для этого нужно извлечь плату. Слева к ней одна за одной этаким бутербродом вертикально на разъемы устанавливаются две платы. Сначала плата с SD-карт-ридером, а за ней плата контроллера питания. Откручиваю два винта сверху и снимаю пластиковый уголок. Далее, отщелкнув планку на разъеме, вынимаю шлейф и снимаю металлическую рамку, на которой закреплены рычаг зума и кнопка спуска фотозатвора, а также светодиод. Отщелкиваю планку разъема и извлекаю шлейф. Далее, выкручиваю серебристый винт сверху слева и медный винт от медного радиатора, после чего снимаю электронный видоискатель. Вынимаю из направляющего штыря слева пластиковую фигурную накладку, подав ее вверх. Далее, выкручиваю в двух противоположных по диагонали углах два медных винта и вытаскиваю из разъема плату с SD-карт-ридером. Выкручиваю винт в батарейном отсеке слева, извлекаю медный радиатор. Потом выкручиваю в нижнем углу очередной медный винт. Как видите, платы закреплены винтами именно медного цвета. Далее можно, аккуратно освобождая разъем, в который подключается аккумулятор, подавая вверх, вынуть из разъема главные платы и плату контроллера питания. Подняв планку на разъеме, освобождаю шлейф дисплея. Далее, выкручиваю здесь же еще один медный винт, извлекаю главную плату. Вот так выглядит основная плата этой видеокамеры. Обращаю внимание, что спереди установлена микрокнопка, которая срабатывает на открывании дисплея. Ну а для полной разборки видеокамеры можно снять оставшуюся часть металлического каркаса. Но полная сборка видеокамер производится в обратном порядке, поэтому придется пересмотреть видео задом-наперед. Пожалуй, на этом все. Все, что хотел, я рассказал и показал. Надеюсь, что это видео кому-то будет полезным. А на этом я с вами прощаюсь, оценивайте это видео и подписывайтесь на канал. Пока, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok